Я с этим непосредственно работаю. Тема нашей сегодняшней беседы. В первую очередь я хочу вам рассказать о психосоматике. Психосоматика. Что такое психосоматика? Ну, если переводить с латыни, психо это душа, сома это тело. Сама психосоматика, она занимается изучением влияния психологических проблем, каких-то зажимов, каких-то стрессовых ситуаций, глубоких каких-то внутренних психологических проблем, на то, что фактически тело начинает на это реагировать. И таким образом возникают различные соматические заболевания. Психосоматика в последнее время стала весьма и весьма, если можно так сказать в отрицательном смысле, популярной. Потому что, если брать в соотношении, мы привыкли с вами, когда проводим статистику, какие наиболее опасные заболевания, как правило, это сердечно-сосудистые заболевания, которые, в принципе, в мире занимают пока что первое место, да. Так вот, психосоматика уверенно и очень уверенно начинает занимать практически второе место. Ну, вы, наверное, помните все Леона Измайлова, который рассказывал о том, что все болезни от нервов, да. Но, в общем-то, он частично прав. Если не все, то процентов 70 заболеваний, которые возникают у нас, это, как правило, болезни, связанные с нашей психикой. И, естественно, когда люди, когда приходят к врачу и начинают излагать им жалобы, они до конца не понимают, почему это с ними происходит. В моей практике бывает таким образом, когда ко мне приходит человек и начинает жаловаться. Ну, жалобы абсолютно такие, знаете, сугубо соматические. Это там болит спина, болят руки, там сердце, в общем-то, побаливает. Или там возникают какие-то проблемы с суставами. Вот. Но, когда начинаешь разбирать ситуацию, то понимаешь, что все эти заболевания, они возникли не на пустом месте. И, когда начинаешь разбирать вплоть до детских каких-то воспоминаний, то начинаешь понимать, что глубинные проблемы, которые привели к таким состояниям, возникли именно тогда. И часто и густо люди просто не задумываются над этим. Мы все с вами подвержены каким-то стрессом. Мы все с вами подвержены каким-то таким ситуациям, когда, ну, в общем-то, мы выходим за рамки нашего комфортного состояния. Но каждый человек по-разному реагирует на такие ситуации. И вот за счет этого, знаете, вот есть люди, которые, они выплескивают эти все негативные моменты свои, свои какие-то негативные эмоции. И они, в принципе, освобождаются от этого. Но очень много людей, которые не в состоянии так реагировать. Они очень много, они как бы все это загоняют внутрь. И эти проблемы, которые, ну, один раз случилось, второй раз, третий раз случилось, и все это накапливается, накапливается такими слоями. И в конечном итоге это наступает момент, когда вот это вот психическое, психологическое состояние, оно перерастает уже в проблему тела. Потому что, ну, мы же с вами единый организм, да? Мы не можем быть раздельно. Наша душа и наше тело, оно неразделимо. И поэтому люди, которые, не задумываясь, живут, как живут, могут совершенно спокойно там кого-то обижать, кого-то оскорблять, не считаться с мнением других, абсолютно как бы игнорировать все это, да? Рано или поздно они все равно получают, как говорится, ответочку. Они ее получают обязательно. Независимо от того, потом они удивляются и не могут понять, а почему со мной такое происходит? Почему? Что я такого сделал, что со мной происходят такие вещи? Ну, когда начинаются вот какие-то постепенные, мы как бы плац за плацом снимаем вот эти проблемы, тогда начинает уже осознавание, появляется осознание вот этих вот проблем. И в конечном итоге, знаете, у нас у каждого есть как бы органы, которые, ну, скажем, более слабее, чем другой орган. Ну, тут все зависит от того, как человек реагирует. Ну, вот как бы есть такие, такие как бы негласные наблюдения, да? Что если у человека вот как-то не складывается личная жизнь, какие-то у него есть претензии, допустим, там у женщин к мужчинам, а мужчин к женщинам, то, как правило, страдает сердечно-сосудистая система. Чаще всего она подвергается каким-то проблемам, да? Например, там, если есть какие-то, вот, я очень интересную послушала, вернее, прочитала статью академика одного, которая рассказывала о том, что вот есть у нас естественные эмоции, да? И они, они бывают там, ну, положительными и отрицательными, но они естественные. Ну, например, взять, что такое положительная эмоция, да? Это радость, это, это вот выплеск такой вот положительной энергии, да? А что такое отрицательная эмоция? Например, это страх. Агрессия. Это, это агрессия, это злость. А слезы? Слезы – это проявление уже этой эмоции. Это как следствие. А на самом деле сами по себе слезы, в общем-то, никак не влияют ни на что. Вот. А есть еще эмоции, которые, ну, как бы нам не свойственны. Ну, вот он, например, привел такой пример, что мы с вами, в общем-то, все, как бы, являемся людьми, мы, ну, несмотря на наше, так сказать, уже культурное наслоение, да, мы с вами вроде бы стали более цивилизованными, но в нас в каждом сидит вот дикое существо, которое первобытное, да? И вот, например, представьте себе ситуацию, когда на вас нападает там дикое животное, да? Ну, волк там, медведь, тигр, ну, неважно кто. В первую очередь что? Какая может быть реакция у человека? В первую очередь возникает, как бы, или, или, или реакция страха, да, и человек от этого может убегать, да, или, наоборот, реакция раздражения, злости и агрессии, когда он может вступать в схватку с этим диким животным. Вот. Это естественные эмоции. А вот неестественные эмоции, это те, которые пришли к нам уже с уровнем цивилизации. И в первую очередь это такие, как зависть, это обида, это, ну, скажем, злость, но такая, знаете, завистливая злость, да? И эти эмоции, они очень сильно разрушают, как бы, саму душу человека, да? И в конечном итоге они в большей степени приводят к тому, что возникают заболевания, которые, ну, бич нашего общества теперь, нашего мира, это онкологические заболевания, да? Так вот, доказано уже, в принципе, и очень, очень многим наблюдениями врачей о том, что вот зависть и такая вот нехорошее отношение, ну, как бы, сплетни, вот такие вот отношения к людям, ну, это опять-таки проявление зависти, да? Они очень способствуют развитию раковых клеток и в конечном итоге наступает момент, когда люди начинают уже страдать, потому что возникают какие-то онкологические заболевания. Вот, поэтому, вот, все люди, все, которые занимаются этим, и традиционная медицина, нетрадиционная медицина, если вот человек, который этим занимается, понимает, что вот сам человек – это целостная система, и он неразрывно, его тело, его душа неразрывно связаны, то всегда, в первую очередь, во главу угла всего он поставит духовное развитие этого человека, потому что человек, который не испытывает зависти, злости, не испытывает каких-то вот таких, знаете, очень присущих качеств уже цивилизованно более обществу, у животных же такого нету, да? Вот, ну, например, антилопа убегает от тигра, ну, вы же понимаете, что она не обижается на тигра, да? Ей не до этого, ей нужно сделать ноги для того, чтобы она просто от него убежала, спасла свою жизнь. Точно так же и тигр, ему абсолютно нету смысла обижаться на антилопу, для него это естественно, он знает четко, что если он ее догонит, он ее съест, если он ее не догонит, значит, он пойдет искать другую антилопу, которая окажется не такой прыткой, и он ее все-таки поймает. То есть для них это не характерно. Характерно это больше вот для нашего уже общества. Вот эти обиды, вот эти вот такие, знаете, неприятные ощущения по отношению к другим людям, и они в конечном итоге приводят вот к таким нежелательным результатам. Поэтому всегда, в первую очередь, мы говорим о том, что для того, чтобы понять, для того, чтобы разобраться в своих вот причинах этих заболеваний, надо в первую очередь познать себя, надо понять, что ты за человек, почему ты в этом мире находишься, какая у тебя миссия, что ты должен сделать такого, чтобы вот это все ушло. Ведь вы прекрасно знаете о том, что, вот как иногда говорят, чудеса, чудо произошло, да? Вот человек вдруг уверовал, стал там верить в Бога, или там, неважно, он там в буддизм ударился, или еще какую-то религию, или какое-то верование, да? И вдруг он самоизлечился, у него все прошло, потому что он совершенно по-другому посмотрел на себя, он посмотрел на весь мир вокруг. Он по-другому стал, он менее материально стал рассматривать этот мир. И за счет этого происходят чудеса, действительно чудеса, которые, ну, раньше это вообще было просто вау-чудо. Сейчас уже многие исследователи стали понимать, что это напрямую связано. Несмотря на то, что мы, как бы, больше материальны, да, вот в этом мире, но, тем не менее, никто не отнимал вот этот компонент нашей души. Никто его не отнимал, и за счет этого, чем больше человек начинает жить вот с пониманием своей миссии на земле, с пониманием того, для чего он пришел в этот мир, тем легче ему разбираться в себе, тем больше доброты, тем больше отдачи он будет давать людям, и за счет этого все, все вот эти негативы, они просто не будут к нему липнуть. Они просто не смогут, как говорится, прицепиться к этому. Вот. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть. Психосоматика, она, конечно, очень коварна, потому что, как правило, знаете, вот бывает так, заболел что-то, у человека заболело что-то, он пришел к доктору. Ну, например, у него заболели суставы. Естественно, ну, к кому он приходит? Ну, там, или к ортопеду, или к хирургу, в лучшем случае, там. И он обращает на это внимание, он жалуется, доктор, естественно, начинает там назначать анализы, обследование и так далее, и тому подобное. И он ничего не находит. То есть он не находит того, что, в принципе, должно быть при наличии такого рода жалоб. Потом вдруг у этого больного перестают болеть суставы, и начинает, допустим, болеть, ну, там, мышцы бедра, да, или оно, или начинает тянуть, допустим, там, вот как всегда личный нерв, там, боли возникают. Вот, то есть, понимаете, вот, когда начинаешь, в конечном итоге, когда этот больной, пройдя все круги ада, всех специалистов, каких он только мог пройти, проведя все обследования, которые существуют, в конечном итоге выясняется, что там ничего нету, и у тогда у врачей, как правило, вот, интернистов, да, возникает, ой, а, наверное, вам психиатру или психотерапевту. Сейчас... Вот у меня вопрос. Но бывают же ситуации, что у человека действительно, вот, болят колени, или возникают какие-то хронические заболевания. Безусловно. То как вот психосоматика, то есть бывает же, наверное, сначала какая-то легкая там, да, стадия, а потом, если человек все-таки продолжает, то все больше реагирует. Понимаете, для того, чтобы человек, наконец, начал разбираться в этом, он должен просто вот себя разбирать просто по косточкам, начинать понимать, почему, почему это произошло. Потому что люди не акцентируются на таких вещах, они не думают о том, что вот их действия, их поступки, их какие-то, казалось бы, там, с кем-то повздорил. Вот он забыл об этом уже. Но это все осталось, это накопилось. И вот у меня вопрос. И как это начинает влиять на наше тело, на биофизику, на микроциркуляцию, на все системы организма? Вот теперь я уже перехожу к этой теме. Значит, безусловно, вот все, что происходит с человеком, когда он испытывает вот эти вот дискомфортные состояния, когда он не может понять, что с ним происходит, когда ситуация усугубляется, и когда уже не только колени болят, все начинает болеть, он перестает спать, у него нарушается сон, у него там, ну, огромное количество проблем возникает, там, то волосы выпадают, всякое бывает. То есть все зависит от того, как человек на это реагирует. Вот, конечно, тогда он начинает об этом задумываться, и уже, безусловно, приходит к специалисту. Вот сама психосоматика, она крайне, конечно, вредна для человека еще и в том, что не разбирая все вот эти вещи, не понимая истоки того, что происходило, да, в конечном итоге человек, он как бы еще больше погружается во все эти проблемы, и они только усугубляются. Как мнимая болезнь? В какой-то степени, да. В какой-то степени, да. Но она на каком-то этапе перестает быть мнимой. В том-то вся и проблема. Что на первых этапах, люди-то искренне верят в то, что они больны. Они реально верят в это. Они действительно страдают. Они не притворяются. В этом и коварство заболевания. Но это начинает же проявляться и в недугах. Безусловно, это начинает проявляться в недугах. И вот я хочу перейти уже ко второй теме, которая непосредственно, так сказать, плавно переходит, о микроциркуляции. Почему я хочу рассказать о микроциркуляции? Ну, что такое микро? Вот, это мало. Циркуляция – это круговорот. Что такое микроциркуляторное русло? Микроциркуляторное русло, которое существует в нас, в человеке, это сеть сосудов мелких, это артериолы, венулы, капилляры и лимфатические сосуды, которые осуществляют отток и приток. Ну, артериолы, они, у них функция такая, что они осуществляют приток всего необходимого в клетке организма. Капиллярчики помогают, вот это все эти питательные вещества, кислород, все, что необходимо каждой клеточке, они помогают это переносить. Венулы – это то, что они уже забирают все отходы, все необходимые, вот все тактистические, ненужные уже продукты жизнедеятельности, и они их, так скажем, выносят уже для того, чтобы организм от этого избавился. Ну, безусловно, лимфатические сосуды, они нужны для того, чтобы, например, чистить клеточки от излишнего количества жидкости, от различных каких-то вредных веществ. Вот лимфа, благодаря лимфе, именно вот эти вот процессы и происходят. Капиллярчики, вообще, вот полезности и важности капилляров открыл еще датский психофизиолог, пардон, физиолог, не психофизиолог, физиолог, Артур Крон. Вот, он даже за это получил Нобелевскую премию. И вот он доказал, что именно вот эти вот маленькие сосудики играют огромную роль в том, как функционирует наш организм. И вот когда у человека есть психосоматическое заболевание, то микроциркуляция этого человека страдает очень сильно. Как правило, это всегда идут спазмы. Спазмируются вот именно мелкие сосуды. А мелкие сосуды, это как раз те главные поставщики основных питательных веществ, минералов, элементов различных, аминокет, всего, что необходимо для клетки. И когда происходит спазмирование, естественно, не в состоянии проникнуть, ну, эритроцитики не в состоянии, допустим, проникнуть в клеточку, для того, чтобы все это отдать. Тот же кислород, чтобы это все подарить клетке, и она могла нормально функционировать. Капилляры, они очень-очень мелкие. Их размер составляет от 0,3 микрон до 7-8 микрон, да? Они, ну, крайне мелкие. И для того, чтобы вот в капилляры эритроцитик проник, для чего? Он должен быть, ну, кровь, во-первых, должна быть более редкой, она должна быть, ну, ее свойства должны быть более текучие. Вот. Таким образом, эритроциты, они не будут слепаться, не будут соединяться в конгломераты, и у них не будет возможности проникать в более мелкие сосуды. Когда кровь более текучая, более жидкая, тогда, естественно, лучше и легче этим эритроцитам проникать в самые отдаленные участки тела нашего, для того, чтобы напитать клетки необходимыми веществами, и чтобы наши клеточки, вместо того, чтобы искать резервы и возможности, где это взять, они это получают, и таким образом они абсолютно нормально функционируют, они выполняют свои функции, которые на них возложены, и таким образом организм работает абсолютно как часики. Вот при психосоматических заболеваниях это нарушается, а раз нарушается микроциркуляция, раз нарушаются вот эти вот все процессы, автоматически мы получаем дефицит необходимых веществ, и автоматически наши органы начинают страдать. У кого-то это может быть печень в большей степени, у кого-то это может быть желудок, любой орган, неважно, это нарушение происходит повсеместно. Просто те органы, которые, скажем, более уязвимы, они страдают в первую очередь, и таким образом именно они первые становятся жертвами вот этой вот, скажем, нарушения микроциркуляции. Поэтому насколько важна при психосоматических заболеваниях в первую очередь разбор, вот как говорится, полета, для того, чтобы понять, откуда эти истоки, почему это произошло, насколько точно так же важно правильно, не только духовно жить, да, но и правильно питаться, правильно пить воду в достаточном количестве, для того, чтобы ваша кровь просто имела возможность выполнять тоже свою функцию. Потому что кровь, вот знаете, когда кровь нормальная, когда, то эритроциты, они двигаются значительно быстрее, чем плазма крови, да, а у них, скажем, они такие более подвижные, вот, и они, естественно, имеют возможность, ну, как бы, дать возможность клеткам работать нормально. Все зависит еще и от количества капиллярчиков в том или ином органе. Органы разные, у них разные функции, поэтому количество капилляров, вообще мелких сосудиков, они разные. Ну, например, если взять нашу кожу, то на один кубический сантиметр нашей кожи у него где-то до сорока этих капиллярчиков всего лишь. А вот один кубический сантиметр, например, уже мышечной ткани содержит две с половиной тысячи капиллярчиков. А вот один кубический сантиметр в сердечной мышце уже содержит четыре тысячи капиллярчиков. То есть, вы понимаете, в зависимости от функции органа, который выполняет ту или иную работу, он нуждается в большей или в меньшей степени вот этой воскулиризации, вот именно, чтобы эти сосудики хорошо работали. В принципе, в организме сосуды, они имеют как бы определенное депо, да, и часть из них работает. Как правило, одна треть работает, три четверти, они находятся в резерве. При необходимости, возникающей каких-то ситуациях, они как бы включаются. И таким образом возникает большая возможность, вот, например, опять тот же пример с убеганием от дикого зверя, да, когда включаются вот эти механизмы, то возникает большее, вот из депо выходит большое количество крови, и таким образом она лучше снабжает мышцы, и мышцы имеют возможность, ну, как говорится, делать ноги, как быстрее, да, для того, чтобы убежать и спастись, и не подвергаться этой опасности. Вот. Поэтому очень важно, вот почему я еще хочу добавить по поводу нашего продукта Рейн, да, потому что он очень хорошо способствует вот разжижению крови, для того, чтобы эритроцитики наши работали, ну, как бы не в авральном режиме, а в свободном, чтобы им было комфортно, удобно. И за счет этого, безусловно, лучше всего происходят вот эти вот микроциркуляторные процессы, и за счет этого человек лучше себя чувствует. Даже просто, если он выполняет определенные минимальные какие-то, ну, как бы, задачи, да, он пьет водичку, он там употребляет продукт, и он выполняет, скажем, какие-то душевные, свою душевную работу, для того, чтобы понимать, что и как с ним происходит. Вот. Ну, и в конечном итоге, чтобы понять, что такое психосоматика, люди, вот в наше время, они уже сейчас как-то разделяются на два лагеря, да. Те люди, которые привыкли плыть по течению, и которые не задумываются, как правило, что с ними происходит, и почему это происходит. То есть вот эти вот причинно-следственные связи, они не усматривают. И люди, которые начинают это понимать, осознавать, и стараются менять эту ситуацию, для того, чтобы улучшить и себя, и свое здоровье, и свое душевное состояние. Поэтому...